Добрый вечер! Вас приветствует телестудия Уральского форума и в ближайшие несколько минут вы узнаете о самых главных новостях отрасли информационной безопасности и финансовой сферы, которыми поделились участники 9-го Уральского форума. А теперь главным новостям на сегодня. Киберустойчивость Есть два подхода и два определения к понятию киберустойчивость. Одно определение дано вот этим самым базарским комитетом Банка международных расчетов. И оно звучит примерно так. Киберустойчивость это способность организации быть готовым отражать кибератаки и быстро выходить из этого положения, то есть встречаться к исходному состоянию. Вот это как бы такое определение. Если говорить о среде, в которой я вращаюсь, это среда специалистов по информационной безопасности, то более понятно будет звучать это несколько иначе. Это способность системы сохранять свою функциональность и представлять сервисы в условиях непрерывного воздействия на них определенных атак. Но эти атаки должны быть, я добавлю уже от себя, они должны быть заранее идентифицированы, потому что систему, отражающую всю совокупность атак вообще в мире существующих невозможно сделать. Необходимо четко определить, на что мы настроены. Киберустойчивость это способность организации продолжать существование под угрозой во время и после успешной атаки на организацию, чтобы компрометация даже части системы не приводила к потере функциональности организации. Уже есть в России организации, которые уже давно занимаются этой проблематикой и которые уже вполне имеют четкие наработки. Мы сотрудничаем очень часто и с международными ассоциациями для того, чтобы быть в тренде тех международных регуляций, которые возникают. На каких базовых элементах строится киберустойчивость любой организации? Три элемента. Это первая подготовленность, второе это реакция и третье это план Б. Что в первую, если команда должна быть готова реагировать на эти события, второе, чтобы когда эти события происходят, они делали, реакция была на них моментально. Если эти первые два шага не привели к нужному результату, чтобы всегда была возможность все равно предоставлять те сервисы, которые они оказывают своим клиентам. У нас всегда есть план Б и С, то есть мы всегда допускаем, что мы можем ошибаться и что в этих случаях мы все равно сохраним те клиентские сервисы, которые мы оказываем участникам торгов и оказываем банк в России. Безопасность не может жить в отрыве от информационных технологий и никакая киберустойчивость не может быть построена в отрыве от IT-технологий. Поэтому тесное взаимодействие и безопасность IT-технологий это четвертый ключевой фактор на этапе построения киберустойчивой организации. То, что я отметил, я сказал бы, это что совпадают планы регулятора, планы крупных пользователей и регулятор при том и как IT-система, платежная система выступлений главы департамента IT и главы финсерта. И тоже разработчиков, потому что мы, и меня как сифта, представитель сифта, и поэтому мы видим, что здесь совпадает, и я сказал бы это повторение, но повторение мать учения, это что несмотря на самые высокие технологии человеческий фактор, что во всех киберслучаях в какой-то момент есть человеческий фактор. Кто-то кликнул на ссылку фишинг, кто-то там забыл пароль поменять, и потом уже технологические последствия становятся быстро сугубыми. Более развернутые ответы вы увидите в специальном сюжете на канале Без ТВ немного позже. Также будет опубликован открывший заседание доклад замначальника ГУБЗИ Банка России Артема Сычева. А далее в нашем выпуске наиболее яркие моменты минувших дней форума – лица, события и числа. Оставайтесь с нами. Президент Ассоциации российских банков Коррегин Тасунян предложил создать единую стратегию развития информационной безопасности организаций кредитно-финансовой сферы. Этот документ должен привести к общему знаменателю около 130 нормативно-правовых документов, регулирующих отрасль сегодня. Также было предложено создать межведомственную рабочую группу, задачей которой станет блокировка мошеннических сайтов вне доменов РУ, СУ и РФ. Начальник управления ВСТЭК Дмитрий Шевцов рассказал о новых требованиях к средствам защиты информации, которые ведомство примет в 2017 году. Требования затронут системы управления базами данных, потоками информации, также средства виртуализации межсетевые экраны. На дискуссии бизнес-безопасность представители банков назвали биометрическую идентификацию технологий будущего информационной безопасности. Инвесторы видят будущее в аналитике, в облаках, а вендоры возлагают основные надежды на машинное обучение и облачные технологии. Главное число этого выпуска – одна тысяча. Именно такое количество ресурсов за 2016 год обезвредил Центр реагирования на компьютерные инциденты в органах государственной власти. Об этом рассказал в докладе о Национальном координационном центре по компьютерным инцидентам сотрудников СБ России Алексей Новиков. Кстати, полная версия этого поразительного выступления также будет опубликована на канале БИС-ТВ. Персона нашего выпуска – руководитель службы кибербезопасности Сбербанка Сергей Лебедь. Сергей день за днем участвует в дискуссиях Уральского форума и делится опытом обеспечения информационной безопасности в крупнейшем банке страны. А 14 февраля совместный проект защищенного мобильного интернет-банка Сбербанка и лаборатории Касперского получил отраслевую премию «Информационная безопасность банков России». В разных номинациях победителями также стали другие активные участники отрасли. Среди них Юрий Маслов, Александр Баранов и Сергей Груздев. Поздравляем коллег и желаем им новых свершений. На традиционных банковских играх чемпионами в хоккее и валенках стала сборная команда банков «Наши». Они взяли верх над сборной вендоров «Тоже наши» со счетом 4-2. Игра хоть и была напряженная, но, как говорят сами участники, обыгрывать заказчиков – моветон. По результатам ожесточенный лазертакт перестрелки между сборными командами банков «Штык» и вендоров и интеграторов «Каска» безоговорочная победа осталась за последними. Жюри особо отметили игру Рустема Харидинова, вратаря сборной команды «Тоже наши», а также Данила Томеева, снайпера команды «Каска». Поздравляем чемпионов, а проигравшим командам рекомендуем брать реванш прямо на заседаниях в жарких и конструктивных дискуссиях. Участникам Уральского форума мы напоминаем, что начиная с 15 февраля вы можете проголосовать за лучшего докладчика в приложении «Авангард Ивенс». Итоги будут подводиться каждый день, ну а имена некоторых победителей вы узнаете уже в следующем эфире. На этом мы завершаем наш новостной эфир. Ждите следующего сюжета и самых свежих новостей прямо с Урала, конечно, на канале Без ТВ. Передачу вела? Да-да, Тамара Чечеткина. До скорой встречи. Пока.